Друзья, всем привет! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua Все как всегда, новые смартфоны к нам приехали. В этот раз модель под названием MyOceanXMS. Этот смартфон уже на 8-ядерном процессоре MDK6592. Поставляется вот в такой вот коробке. Покажу вам, что есть в комплектации и пока небольшое предисловие. Есть вот такой вот бампер. Модель поставлялась на 4-ядерном процессоре MTK6589, MTK6589T. Модель очень хорошая, с хорошим экраном. Теперь смартфон перекатывал на 8-ядерные платформы. Производители не хотят пасти задних. Зарядка и USB кабель. Таким образом мы имеем вот такой вот смартфон. Очень интересный внешне. Давайте обо всем поподробнее. Во-первых, дизайн. Здесь ничего не изменилось. Спереди у нас закаленное стекло. Снизу сенсорные кнопки. Меню домой-назад. Сверху фронтальная камера. Динамик, датчик приближения, датчик освещения. С этой грани смартфона есть кнопка включения-выключения. Сверху разъем под наушники. С этой грани есть качелька громкости. И снизу микрофон и разъем USB. Сзади крышка у нас выполнена в таком матовом стиле. Она не глянцевая. Отпечатки пальцев практически на ней не видны. Есть логотип I-Ocean. Есть отверстие под динамик. Есть основная камера очень классного качества. Есть очень хорошая вспышка. Кто смотрел этот ролик, когда я снимал обзор на модель на 4-х ядерном процессоре, я говорил, что мне нравится очень сильно дизайн этого смартфона. Я свою позицию не меняю. Мне действительно нравится такая конструкция задней крышки. Это как минимум необычно. Многие говорят, что это минус, что там супер плохие сборки. Если честно, то я считаю, что это наоборот плюс. Крышка одевается действительно необычно. Здесь есть вот такой вот динамик. Внешний динамик играет суперски. Аккумулятор на 2000 мАч. Две SIM-карты. Стандартная большая. Micro SIM. И слот под microSD карточку. Что касается монолитности смартфона. Не могу сказать, что он прям супер такой монолитный. Что прям идеальная сборка. Да, немножко смартфон потрескивает. Крышка, вы видите, как закрывается. Она абсолютно необычная. То есть, люфтов здесь как таковых нет. То есть, если крышку мы нормально закрываем, то здесь все собрано отлично. Но смартфон немножко потрескивает. Как бы не чувствуется вот этой вот монолитности. Других каких-то нюансов и минусов по внешнему виду, по сборке я отметить для себя просто не могу. Технический обзор хочу начать, как всегда, с технических характеристик через программу Antutu. Это модель восьмиядерная, MTK6592. Здесь 2 гига оперативки. Показывает этот смартфон в Antutu примерно 26, 25, 1000, вот 24, 287. Это стандартный нормальный показатель для модели iOcean X7S. Итак, восьмиядерный процессор. Операционная система 4.2.2. Разрешение Full HD. Задняя камера на 12 мегапикселей. Здесь 2 гига оперативной памяти и всего лишь 16 встроенной. Однако есть слот под microSD карточку. Поэтому никаких проблем с накопительной памятью у вас не будет. Восьмиядерный процессор. Его частота указана здесь. 1664 МГц. Графический ускоритель Mali-450. Плотность пикселей 480. Фронтальная камера на 5 мегапикселей. Есть многочисленные датчики. Количество точек касания. Давайте смотреть через программу Antutu Tester. Здесь всего 5 точек касаний, не 10. И датчики, которые есть в смартфоне, мы можем посмотреть через программу Z-Device Test. GPS, Wi-Fi, Bluetooth, компас, акселерометр. Есть датчик освещения, датчик приближения. Есть вспышка, гироскоп. По поводу вспышки. Вспышка очень яркая, действительно. То есть, ну реально вспышка крутая. Что касается прошивки, здесь как бы ни о чем говорить очень долго. Здесь 4.2.2 Android. Он стандартный, русифицированный. Здесь, как всегда, в новых МТКшках стоит тема особая. Я эту тему убираю. Я ставлю обычную, стандартную, стандартный, обычный интерфейс. Мне он нравится больше. Не могу сказать, что что-то где-то здесь там ключит, тупит. Все работает отлично, исправно. Есть меню быстрого запуска. Все это стандартно реализовано. Полностью, полный русский язык. Единственное, что с обновлением до 8-ядерных процессоров они во все телефоны пихают вот этот вот датчик перелистывания движением, жестом. Ну, я, если честно, не особо поддерживаю вот эти все функции, так как они не совсем удобны. Во-первых, нужно аккуратненько, по чуть-чуть его переводить. То есть, ну, это неудобно. Быстрее пальцем пролистнуть, сделать то, что нам нужно, и все. Что касается экрана. Экран здесь Full HD, 5-дюймовый. Выполнен по технологии OGS. То есть, здесь никаких воздушных прослоек нет. Здесь экранчик у нас максимально сверху, на поверхности. Матрица IPS. Экран у меня лично в моделях iOcean всегда очень радовал. Этот экран на уровне ZOPPO, на уровне C2 980. Поэтому никаких проблем здесь с экраном нет. Я давайте продемонстрирую вам вот эту вот картинку, которую стоит показать. Смотрите. Углы обзора. И вот так вот. А также картинки. Стандартные. Вот черный фон. Мне экран нравится. Он сочный, яркий. Хорошие углы обзора. ОГС технология. То есть, смартфон благодаря этому еще и тоненький. Поэтому по экрану нареканий никаких нет. Единственное, что я могу отметить, так как... Ну, это, наверное, такой пустячок, но он есть. Когда этот экран переворачиваешь вот примерно вот так вот по диагонали, то темные цвета на экране, они немножко становятся светлее. Такое есть не на всех, но, например, даже на той же ZTE Z5S Nubia Mini такая фишка была. Что касается производительности. Смартфон с топовым железом, с топовым МТКшным железом. Процессор МТК 6592, восьмиядерный. 24 тысячи в Antutu. Я не тестировал там в Epic Citadel, в 3D Mark. Просто покажу вам игрушки на максимальных графиках, на максимальных настройках. Я их все запускаю. Имейте это в виду. И давайте просто наслаждаться, смотреть, как этот смартфон воспроизводит игры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо за просмотр! Что касается игр, все запускается классно, абсолютно любая игра играбельна, то есть на максимальных графиках, на максимальных настройках все запускается без проблем, я нареканий никаких не могу сказать. Если говорить о запуске видео и музыки, хочу сказать следующее, видео запускается без проблем, нормально, любой формат, внешний динамик работает хорошо, он довольно-таки громкий. Что касается наушников, не могу сказать, что звук идеальный для меня, звук хороший, но довольно-таки средненький. То есть я слыхал и получше звук, поэтому могу сказать, что вот пока что в моделях MTK6592 звук через наушники какой-то такой довольно-таки средний. Не могу понять почему. Я тестировал этот смартфон, конечно же, аккумулятор, аккумулятор у нас нормальный, аккумулятор не такой, как на Zopo 980+, а аккумулятор уровня обновленной прошивки THL-T100S. То есть это 432 балла в Antutu, это довольно-таки хороший показатель, это 2 часа 9 минут в Epic Citadel на максимальной яркости и фильм у меня был 3 часа 37 минут. То есть это нормальные такие себе стандартные показатели для аккумулятора. Естественно, я как только получил эту модель, iOcean XMS, я помнил про то, что на четырехъядерных процессорах, на четырехъядерной платформе этой модели были проблемы с GPS. Я был искренне удивлен, приятно удивлен тому, что я с GPS не испытал никаких проблем. Я установил стандартные EPO-карты, включил GPS-тест на Vitell, поставил эти программы, подошел к окну и сразу он словил все спутники. Буквально это у меня заняло минута времени, эта вся настройка, поэтому с GPS-ом никаких проблем нет. Если хотите работать с GPS-ом, то эту модель можно приобретать. Касательно камеры. Камера меня здесь тоже порадовала. В принципе, я знал, что камера хорошего уровня в таких смартфонах, как в Zopo, так и в iOcean. Значит, фотографии действительно получаются хорошие. Видео записывает телефон в формате Full HD. Я выложу и фотки, и видео. Видео показывать не буду, покажу лишь пару фотографий. Я вот сдалека фотографировал здание. И вот какое качество этого здания на фотографии. Вот эти все надписи. Смотрите, как оно классно все видно. Также я тестировал камеру при съемке, макросъемке. Журналы, наушники, телефон. Вот слот под карточку. Вот еще одна фотография. Макросъемка тоже меня порадовала. Фронтальная камера нормальная, 5-мегапиксельная. Никаких проблем нет. И, кстати, по поводу вспышки. Я вот фотографировал. Коробка у меня лежит Zopo 990+. Я сначала сфокусировал, потом с помощью вспышки в кромежной темноте, наверное, с расстояния метра, сделал вот эту вот фотографию. И вот такая вот фотография у меня получилась. Чем я доволен. Что ж, буду заканчивать. Хочу подвести для вас итог, который я сделал для себя при тесте этой модели. Это тот самый iOcean, который был на четырехъядерном процессоре. Это очень популярная модель, была очень хорошего качества. Вот она в ней такая же и осталась. Производитель обновил процессор. Он теперь восьмиядерный. Корпус такой же. Все технические характеристики и технические возможности такие же. Обращаю ваше внимание на то, что смартфон имеет технологию OTG. То есть он работает с кабелями, с мышками, с клавиатурами. Из минусов могу сказать, что немножко хрустящий корпус. Немножко не до конца меня устраивающий звук через наушники. Внешний звук довольно-таки хорош. Мне нравится. Из плюсов могу сказать, что шикарный экран, хорошая камера, хорошая производительность, нормально работает аккумулятор. Не так, как, например, в Zopa 980+, что там Antutu Tester показывал нам 380 баллов. И плюс. Хочу сказать, что эта модель одна из самых дешевых почему-то на рынке сейчас. То есть цена ее у нас в Украине на продажу с гарантией где-то 275 долларов. Хочу сказать, что примерно эта же цифра является закупкой, с доставкой на модель Zopa 998, который имеет технические характеристики полностью идентичны. Здесь тоже 2 гига оперативки и 16 встроенные. То, что здесь не 32 встроенные, я абсолютно не считаю недостатком. 16 вполне хватает. Вот эти все игрушки, которые я вам показывал, это все было запущено на собственную память. Еще осталось у меня 3 гига памяти свободно. Поэтому карту памяти доставите и можете сюда хоть сериалы смотреть на этом телефоне. Поэтому модель очень интересная. В комплекте есть бампер, напоминаю всем. Вот такого вот он формата. Поэтому на дополнительные аксессуары вам не придется тратиться. Плюс есть пленка, плюс хорошая цена. На этом все. Модель стоящая. Кому понравилось, звоните, пишите. Модель есть в наличии. Будем рады вас порадовать этими смартфонами. Спасибо за внимание. Всего доброго. Продолжение следует...